А перед началом видео хотел бы посоветовать вам отличный антивирусник от Grizzly Pro. Этот антивирусник защитит ваш компьютер от всех возможных вирусов, которые могут поступать от сторонних программ, так и просто из интернета. Антивирусник работает стабильно и плавно, не нагружает саму операционную систему. Кроме того, прежде чем купить антивирусник, вы можете его скачать к себе на компьютер на 35 дней. Это будет абсолютно бесплатно, вы сможете им попользоваться и понять, что это такое. Ссылка на сам антивирусник будет в описании к видео. Привет! Очень часто многие спрашивают, какой же язык программирования выбрать и учить. В этом видео я постараюсь дать исчерпывающий ответ на подобный вопрос. Многие начинают путь к изучению программирования, открыв поздним вечером Google. Обычно ищут что-то вроде «Как выучить» или «Что-то в этом духе». Но как тот, кто ищет подобное, решает, какой именно язык программирования выбрать? Кто-то, начитавшись с сайтов и блогов крупнейших компьютерных компаний, рассуждают так. В Кремниевой долине, что ни слово, то Java. Думаю, это то, что как раз мне нужно. Бывает и так, Haskell, он ведь на пике популярности. Страшно подумать, что будет дальше. Определенно Haskell. И даже так, этот суслик на логотипе Go. Такая няшка, хочу знать Go. Когда дело касается выбора первого языка программирования, вам придется столкнуться с целой лавиной вариантов. Для того, чтобы немного сузить поиск, вот анализ поисковых запросов в Google за последние 12 лет, касающихся изучения программирования. Из анализа поисковых запросов можно выяснить, что у Java были взлеты и были падения. А, например, рейтинг Python постепенно рос. Он стал чуть ли не самым популярным языком программирования. Есть здесь и один простой, но обладающий замечательными возможностями, язык, график интереса к которому год от года медленно растет, хотя и находится в самом низу. Это язык JavaScript. На самом деле все очень сложно, и однозначно сказать, какой язык вам стоит изучать, это очень сложный вопрос. Многие считают, что для того, чтобы понять основы программирования, необходимо изучить что-то простенькое. К примеру, C. Другие же говорят, что можно сразу браться к сложным языкам. К примеру, C Sharp. Я же считаю, что изучить надо тот язык, на котором можно написать ту задачу, которую вы бы хотели реализовать. К примеру, если это веб-сайт, то изучайте HTML, CSS, JavaScript и так далее. Если же это игры, то изучайте C++, C Sharp, Java, а также научитесь работать с различными игровыми движками. Кстати, я уже делал видео на тему, что изучать начинающему программисту и какие языки могут понадобиться для какой-либо сферы программирования. Ссылка на это видео будет в описании к видео. Также хочу отметить очень важный момент. Многие долго выбирают, какой язык изучать первым, так как не хотят зря потратить время. На этот случай у меня такой совет. Если вы не знаете, что изучать, и у вас нет конкретной идеи, то возьмите какой-нибудь популярный язык программирования, к примеру, питон, и выучите его. Да, возможно, в дальнейшем вы на нем работать не будете, но поверьте мне, знания у вас останутся и 100% вам в дальнейшем пригодятся, даже для изучения других языков. Главное это не сидеть сложа руки в поиске, какой же язык программированием не начать изучать первым. В итоге, хочу сказать вот что, если кто-нибудь станет вас доставать только потому, что вы изучаете JavaScript, а не хит сезона, просто вспомните знаменитые слова Бьорна Страуструбпа, человека, который создал C++. Существует лишь два вида языков программирования. Те, которые постоянно ругают, и те, которыми никто не пользуется. Так что удачи вам в изучении вашего первого языка программирования. На этом все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, заходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к видео. До скорых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!